Всем привет! Сегодня мы рассмотрим Мастер Пираморфикс. И на мой взгляд, это самая сложная модификация кубика Рубика. Она сложная не тем, что вам необходимо будет выучить какие-нибудь дополнительные формулы, она сложная тем, что очень легко можно запутаться в риме выполнения тех формул, к которым вы привыкли на обычном кубике Рубика. То есть собираться Мастер Пираморфикс будет точно так же, как кубик Рубика, но при сборке очень легко можно запутаться. Поэтому я сегодня расскажу, как собрать Мастер Пираморфикс наиболее простым путем. Как адаптировать формулы из обычного кубика Рубика под Мастер Пираморфикс. Но сразу хочу обратить ваше внимание на то, что если вы не умеете собирать кубик Рубика, либо собираете его неуверенно, подглядывая формулы, вас вряд ли получится брать мастер пираморфикс. Все-таки это головоломка для тех, кто хорошо умеет собирать кубик Рубика. Даже если вы собираете кубик Рубика новичковым методом, но делаете это уверенно, не путаетесь в формулах, вы можете приниматься уже за мастер пираморфикс. Мастер пираморфикс, либо мастер морфикс является шейп-модом кубика Рубика. Шейп-мод такая модификация, при которой не изменяется внутреннее настроение кубика, А изменяется только внешний вид компонент То есть у нас внутреннее строение и количество элементов совпадает Но внешний кубик больше похож все-таки на пирамиду И очень часто мастер пираморфикс Наверзывает просто пираморфиксом На самом деле просто пираморфикс Это модификация кубика 2х2 Модификация кубика 3х3 называется Мастер морфикс, либо мастер пираморфикс Существует также мегаморфикс Это модификация кубика 4х4 И ультраморфикс, это модификация кубика 5х5 То есть просто представьте Вот такой форме будет кубик 5х5 Мне кажется его очень сложно будет собрать А купить Мастер Пираморфикс вы можете в крупнейшем в России магазине головоломок ccstore.ru. У них широкий выбор совершенно различных кубиков рубика. От 1 на 1 до 17 на 17, как бюджетные модели, так и топовые. А также магазин обновил свой сайт, изменилась версия как для компьютера, так и для телефона. Появилось множество новых интересных функций и в принципе сайт стал намного удобнее. А самое интересное то, что в честь нового сайта магазин ccstore проводит очень интересные распродажи. И в течение следующих двух недель к каждому заказу будет предлагаться подарок. Подарком может быть Mirror Blocks, может быть смазка, подставка для кубика, наклейки. Все будет зависеть от вашего заказа, но подарок будет идти к каждому заказу. Поэтому проходите на сайт, оценивайте новый дизайн, новые функции и также успейте завершить заказ в течение следующих двух недель для того, чтобы получить подарок. Все ссылки будут в описании. А мы перейдем к обзору Мастер Пираморфикс. Поехали! Мастер Пираморфикс является шейп-модом кубика Рубика. Это значит, что внутри находится механизм кубика Рубика, но все остальные детали имеют другую форму. Давайте его разберем и сравним с обычным кубиком. Итак, разбираем сначала обычный кубик, вынимаем ребро, угол, разбираем Пираморфикс. И внутри мы видим абсолютно идентичное строение. У нас есть крестовина, от которой выходит 6 центров. Здесь точно так же есть крестовина, от которой выходит 6 центров. Вот это один из них. Теперь давайте посмотрим на то, как выглядят ребра и углы вот в этом кубике, в этом Пираморфиксе. Ребро кубика Рубика и Пираморфикса. Можно обратить внимание на то, что в ребре кубика Рубика у нас 2 цвета, а в Пираморфиксе ребра одноцветные. В кубике Рубика все углы имеют одну форму. В Мастер Пираморфикс углы бывают двух типов. Бывают трехцветные углы и одноцветные, вот такие. И то, и то являются угловой деталью. Кубики центра одноцветные, в Пираморфиксе центра имеют 2 цвета. Теперь, когда вы уже знаете, как устроен Мастер Пираморфикс, можете обратить внимание на то, что у нас вокруг каждого центра, вот у нас центр, есть крест из ребер, точно так же, как в обычном кубике Рубика. Между этими ребрами у нас есть углы. Раз, два, три, четыре. И напротив этого центра, соответственно, должен находиться еще один центр. Выставим сюда палец и смотрим прямо напротив. Вот еще один центр. Вот, друг напротив друга. И здесь будет точно такая же ситуация. У нас центр, вокруг центра ребра и между ребрами углы. Сборка Мастер Пираморфикс будет состоять из следующих этапов. Для начала мы собираем крест, точно так же, как в кубике Рубика. После этого будем вставлять углы. После этого будем собирать второй слой, то есть у нас будет собран первый слой. Будем собирать второй слой. И у нас останется только верхний слой, где необходимо будет расставить ребра и углы по своим местам и правильно их ориентировать. Так что давайте запутаем эту головоломку и попробуем собрать. Стоит, кстати, обратить внимание на то, что во время запутывания у нас теряется форма головоломки. И нам необходимо будет не только расставить элементы по своим цветам, но и правильно их ориентировать, для того, чтобы вернуть форму пирамиды. Вот так выглядит разобранный Мастер Пираморфикс. Перейдем к сборке. Для начала нам необходимо собрать крест вокруг одного из центров. Без разницы, с какого центра начинать, лучше найти такой центр, где у нас какие-нибудь элементы уже стоят на своих местах. Давайте посмотрим. Я нашел желто-красный центр. Вот он. У нас уже один желтый стоит на своем месте. Красное ребро тоже стоит на своем месте. Нам необходимо поставить еще два ребра. Сюда красное ребро, и здесь желтое ребро, но он стоит на своем месте, но неправильно повернутый. Его необходимо будет повернуть. Поэтому сначала поставим красное. Так, вот красное мы поставили уже. Теперь вот это желтое повернем. Для этого просто опускаем его, подвигаем вверх и поворачиваем. Все. Мы крест собрали. Собирается он точно так же, как в кубике Рубика. На втором этапе мы будем делать то, чего мы не делаем в кубике Рубика. Мы будем вращать вот эти центры. Дело в том, что у нас крест собран правильно. Он соответствует всем центрам, то есть здесь у нас красный, красный здесь есть, здесь тоже есть красный, здесь желтый и желтый тоже есть. Но центры необходимо повернуть. Для этого мы будем делать следующим образом. Вот у нас ребро. Мы его поднимаем наверх. Отводим в сторону. Поворачиваем центр. Возвращаем ребро. И опускаем вниз. Смотрим. У нас один центр повернулся. Делаем то же самое с этим центром. Держим следующим образом. Поднимаем ребро. Отводим в сторону. Вращаем центр. Возвращаем ребро. И опускаем это все вниз. Два центра мы повернули. Еще два осталось. И смотрим, что у нас получилось. У нас крест остался собранным. При этом все боковые центры у нас правильно ориентированы. Переходим к следующему этапу. Сейчас мы будем выставлять углы. Здесь мы должны посмотреть, какой должен стоять угол. Желтый, красный и вот здесь зеленый находится. Следовательно, нам необходимо найти желто-красный-зеленый угол. Находим его. Вот он. И ставим его на свое место. Вот он. Поставили один угол. Переходим к следующему. Здесь будет находиться красно-желто-синий. Красно-желто-синий. Где он у нас? Вот он у нас. Красно-желто-синий. Ставим на свое место. Два угла уже поставили. Этот уголок сразу оказался на своем месте. Здесь маленький красный. Здесь должен находиться точно такой же маленький желтый. Давайте его найдем. Вот он. Ставим на свое место. И смотрим, что у нас получилось У нас полностью собрался первый уровень Теперь будем выставлять ребра второго слоя Здесь будет находиться красное ребро Здесь зеленое Здесь желтое Здесь будет находиться синее Оно уже стоит здесь, но оно неправильно ориентировано Поэтому необходимо будет его повернуть Либо подставить просто другое синее ребро Сейчас мы будем действовать точно так же, как в обычном кубике Рубика Нам необходимо вот это ребро поставить вот на это место Выполняем простую формулу И вставляем ребро на место Для начала поставим красное ребро на свое место Находим красное ребро И нам необходимо понять, как его правильно ставить Потому что здесь у нас узкая часть Здесь широкая Значит, ребро должно быть направлено узкой частью к низу Для того, чтобы оно было направлено узкой частью к низу Будем выполнять формулу вот из такого положения Когда ребро вот так вот направлено к низу То есть не из такого положения, когда широкой стороной будет направлено сюда А вот из такого Теперь поставим на свое место синее ребро У нас сейчас есть два синих ребра, можно вот это повернуть на своем месте, то есть его необходимо будет выгнать и потом загнать обратно, либо просто воспользоваться другим ребром и сразу поставить ее правильно. Итак, у нас должна широкая часть быть внизу, поэтому ставим ребро так, чтобы широкое оно опустилось вниз и выполняем ту же самую формулу. Синее ребро мы поставили, переходим дальше. Здесь у нас должно находиться желтое ребро, находим желтое, желтое должно находиться узким вниз, поэтому вот сюда вот оно будет заходить, поэтому вот из такого положения выполняем формулу. И осталось только зеленое ребро, у нас есть три варианта, раз, два, три, без разницы, какой будем ставить, давайте поставим вот это ребро. Нам необходимо широкой частью вниз, поэтому вот у нас широкая часть, будем вот так опускать, поэтому выполняем формулу. Есть. Первые два слоя мы уже собрали, теперь будем собирать крест на верхнем слое. Делать мы это будем точно так же в обычном кубике Рубика, но здесь очень легко понять, правильно ли у нас ориентированы ребра. Здесь мы видим, что вот эти два смотрят желтым наверх, следовательно вот эти два необходимо повернуть. Выполняем простую формулу, поворачиваем и видим сразу, что у нас крест собрался. Хоть у нас элементы могут стоять не на своих местах. То есть у нас может быть вот такая ситуация, у нас вот эти ребра стоят не на своих местах, но при этом все равно мы видим, что крест у нас собран. Мастер Пираморфикс тяжело понять, правильно ли у нас ориентированы ребра и собран ли у нас сейчас крест. Потому что если у нас ребро стоит не на своем месте, но правильно ориентировано, оно у нас в другом месте может выпирать, вот в данном случае. Но если его поставим на свое место, оно выпирать уже не будет. Для того, чтобы понять, правильно ли у нас ориентировано ребро, сопоставим одно ребро с одним центром, так, чтобы оно полностью совпадало. Такой центр, такое ребро всегда можно найти. Поставили. Теперь под этот же центр подгоняем другое ребро. Если оно тоже совпадает, значит у нас одно из ребер неправильно ориентировано. Оно не должно совпадать. Если у нас одно из синих неправильно ориентировано, значит такая же ситуация будет и с зелеными. Давайте проверим. Подгоняем зеленый. Вот, подогнали. Теперь под это же место подгоняем другой зеленый. И он тоже совпадает. Значит, нам необходимо повернуть один зеленый и один синий. Здесь мы будем поступать точно так же в такой ситуации. Два у нас правильно ориентированы, вот эти два необходимо развернуть. Делаем следующую формулу. У нас развернулись, и мы собрали крест. Здесь будем делать то же самое. Берем любой зеленый, любой синий. Выполняем ту же самую формулу. И у нас они все правильно ориентировались, теперь необходимо только из них составить крест. Мы сразу можем обратить внимание на то, что у нас два элемента стоят на своих местах. Вот этот элемент и вот этот. Следовательно, нам необходимо поменять вот эти два элемента. Менять местами элементы креста будем точно так же в побочном кубике Рубика. Будем пользоваться базовыми формулами для того, чтобы не запутаться. Базовыми формулами мы можем поменять вот эти два синий элемента. То есть вот этот и вот этот. В данном случае нам необходимо поменять вот эти два, но мы не сможем сделать за один раз, поэтому сначала поменяем вот эти два, и потом еще будем менять. Поэтому выполняем формулу. У нас поменялись элементы, и вот у нас уже получился один блок. У нас красный и зеленый уже стоят на своих местах, необходимо поменять синий и оранжевый. Для того, чтобы их поменять местами, один элемент должен смотреть на нас, второй налево, и выполняем ту же самую формулу. Все, поменяли местами, теперь синий, красный, зеленый и оранжевый стоят на своих местах. Здесь мы наблюдаем точно такую же ситуацию. Два противоположных стоят на своих местах, Вот эти два противоположных необходимо поменять местами Будем делать два этапа Сначала вот эти два поменяем То есть вот эти держим так Теперь можем сопоставить два соседних элемента Вот эти два необходимо поменять местами И мы собрали крест Несмотря на то, что центральный элемент развернут Теперь нам необходимо развернуть центральный элемент В данном случае нам необходимо развернуть его на 90 градусов. У нас выпала такая ситуация, при которой у нас крест собран, но при этом центральный элемент нам необходимо повернуть на 90 градусов. Для того, чтобы повернуть, вернемся на несколько шагов назад. Для начала нам необходимо взять кубик так, чтобы у нас два цветных элемента одного цвета. Один смотрел на нас, а второй направо. И выполняем простую формулу. Фронт, право, вверх, возвращаем право, возвращаем вверх. И по идее мы сейчас должны вернуть фронт и выполнить эту формулу опять же. А можем просто оставить фронт в таком положении и опять сделать то же самое. Право, вверх, возвращаем право, возвращаем вверх и опускаем. У нас сейчас разобрался кубик, то есть у нас разобрался крест, но при этом центральный элемент развернулся. Теперь просто необходимо поменять местами элементы креста, и у нас все должно собраться. Нам необходимо поменять вот эти два элемента. Есть. У нас центр повернулся на 90 градусов, но он повернулся не в ту сторону. У нас получилась еще одна ситуация, когда нам необходимо повернуть центр на 180 градусов. Здесь делается все намного проще. Нам необходимо сделать очень простую формулу, такую же, как когда мы меняем элементы местами. Выполняем ее один раз. Теперь вверх. И выполняем эту формулу еще раз. И еще раз вверх. Все, у нас собрался крест и повернулся в центральный элемент. Теперь осталось разобраться только с углами. Здесь можно поступать двумя способами. Либо расставить углы на свои места, а потом их развернуть, либо сразу развернуть углы и потом расставлять по своим местам. Делать так, как вам удобнее, как вы привыкли собирать обычный кубик Рубика. Я в обычном кубике новичковым методом сначала разворачивал углы, а потом расставлялся по своим местам. Для того, чтобы развернуть угол вот сюда, то есть вот так вот его развернуть, получается желтое толкнуть в ту сторону. Сначала толкаем сюда, так, возвращаем, возвращаем, опять так, так, возвращаем, возвращаем. У нас этот развернулся, у нас все снизу разобралось. Подгоняем под это же место следующий угол, и смотрим, его опять необходимо повернуть желтым вот туда. Опять делаем то же самое. Туда, туда, возвращаем, возвращаем. Туда, туда, возвращаем, возвращаем. И еще один желтый. Все, у нас все снизу собралось и все углы развернулись. Теперь их необходимо только менять местами. Здесь я буду делать точно так же. Сначала я разверну углы, а потом буду расставлять их по своим местам. Для того, чтобы понять, правильно ли они повернуты или нет, подгоняем каждый уголок под свое место. В данном случае желтый, зеленый, синий правильно ориентирован. Теперь переходим к следующему уголку. Вот этот подгоняем под свое место. Видим, что у нас он неправильно ориентирован. Красный должен смотреть вниз. Но мы можем поворачивать все углы только попарно. Но у нас есть вот такие углы, которые не имеют ориентации. Поэтому мы можем развернуть вот этот уголок и вот этот. Для того, чтобы развернуть вот этот уголок, нам необходимо будет разворачивать его вот в эту сторону. Поэтому выполняем сначала вот такое действие. Развернули. Теперь под это место подгоняем другой уголок и толкаем его в другую сторону. То есть выполняем все то же самое, но в обратную сторону. Все. Посмотрим. Уголок развернулся. Вот этот у нас тоже развернулся, но мы этого не видим. Этот правильно ориентирован, этот правильно ориентирован. Нам осталось поменять углы местами. Делать это будем точно так же, как в обычном кубике Рубика. Находим тот уголок, который сразу стоит на своем месте. Держим его слева. Теперь те уголки, которые будем менять, опускаем. Раз, два. Спрятали его. Поднимаем, двигаем, опускаем. Теперь ставим на это место тот уголок, который мы прятали. Поднимаем, двигаем. Ставим теперь на это место тот уголок, который мы в прошлый раз прятали. Поднимаем. И последний уголок ставим на свое место. Все. У нас все собрано. Если у нас возникла такая ситуация, что у нас никакой уголок не стоит на своем месте, И просто будем выполнять эту формулу два раза Один раз сделали Теперь наверняка какой-нибудь уголок будет стоять на своем месте Вот в данном случае у нас один попал на свое место И выполняем еще раз Все, собрали Здесь мы будем поступать точно так же Один уголок уже стоит на своем месте Держим его слева от нас Вот эти будем менять местами Итак, опустили Раз, два, спрятали Следующий Раз, два Раз, два Раз, два У нас уголки поменялись местами Но недостаточно, нам необходимо еще раз поменять их местами Раз, два Раз, два Все, пираморфик собран Как вы видите, методика сборки Мастер пираморфик совершенно не сложная И она полностью совпадает с методикой сборки кубика Рубика Единственное, что добавляются некоторые этапы Где необходимо поворачивать элементы центральные Необходимо правильно понять Как развернуть центральный элемент вверху И так далее Но сама методика сборки не такая же сложная Эта головоломка сложна именно тем Что вы можете очень легко запутаться на одном из этапов Неправильно посмотрите на элемент Неправильно поймете, как он повернут Запутаетесь и придется собирать все заново Поэтому, мне кажется, мастер пираморфикс Это самый сложный шейп-мод Из классических шейп-модов кубика Рубика Я рассматривал уже такие шейп-моды Как Аксис Кьюб, Миррор Блокс Также у меня были Фишер Кьюб, Виндмилл Кьюб Каттер Кьюб, Каттер Фишер Кьюб И Каттер Виндмилл Кьюб еще Я считаю, что самым сложным все-таки является мастер пираморфикс Если вы со мной не согласны Можете в комментариях написать, какую модификацию вы считаете самой сложной Потому что, возможно, кому-то Аксис Кьюб кажется более сложным, чем пираморфикс Также хочу обратить внимание на то, что методика сборки новичковым методом, которую вы учили Может отличаться от того, что я показывал сегодня Потому что на последнем этапе можно поступать двумя путями Либо сначала расставить углы по своим местам, а потом уже их переворачивать Либо сначала перевернуть углы, а потом их расставлять по своим местам Я в новичковом методе привык сначала разворачивать углы, а потом уже расставлять их по своим местам Мне так удобнее, но, возможно, вы привыкли к другой методике сборки и поэтому можете применять свои формулы к мастер-пираморфиксу. Не обязательно делать именно по теме формулы, которые я показывал. Опять же, стоит хорошо ориентироваться в кубике рубрика для того, чтобы собрать мастер-пираморфикс. Я надеюсь, сегодняшнее видео было для вас интересным, познавательным. Также напоминаю о том, что в магазине CCC Store сейчас проходит очень интересная акция. К каждому заказу вы получаете подарок, это будет длиться 2 недели, поэтому успейте заказать, чтобы получить подарок в CCC Store. Ссылка на него будет в описании, там же будут ссылки на все мои социальные сети, на мой второй канал. И проходите, подписывайтесь, там очень интересно. На втором канале, кстати, недавно вышел обзор очень необычного кубика рубика, кубик-рубик-конструктор. Проходите, смотрите. И на этом все, надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Спасибо за просмотр и всем пока!